Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Разбудила лаем собака спасла жизнь Барнаульцу во время пожара. Более 600 укусов за неделю. Клещи начали охоту на жителей Алтайского края. Особенный чемпионат. Алтайские футболисты-ампутанты отправились на чемпионат России. В Барнауле маленькая собака спасла жизнь своему хозяину. В момент, когда на улице Промышленной загорелись три частных дома, один из его владельцев отдыхал после ночной смены. Он услышал громкий лай своего питомца, отчего проснулся. Увидев, что горит крыша, мужчина схватил документы и своего спасителя, собачку Филю. Маленькая собачка на шорохе всегда реагирует. Залаяла, разбудила. Я не среагировал. Я пока за документами, пока собаку. Машина во дворе. Люди кричат, выгоняй машину. Потому что пожарные едут, будет мешать. По приезду на место пожара, да, горели дома. Существовала угроза соседним домам. Были созданы боевые участки для защиты соседних и тушения непосредственно самих домов. Всего на месте пожара работало 14 единиц техники, 59 человек личного состава. Сложность пожара заключалась в плотной застройке и старости домов. На данное время пожар полностью устранен. Причина возгорания уточняется. Полыхало все от полей до мусорных площадок. В минувшие выходные Алтайский край в очередной раз захлестнула волна пожаров. Напомним, в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вплоть до 22 мая действует особый режим. Запрещено разводить огонь, сжечь траву и даже посещать леса. Какое наказание грозит за разведение огня и как минимизировать масштабы огненной катастрофы, узнавала Валентина Аскерова. Она присоединяется к нам в студию. Смотри, что. Еще и ветер. Ребята, горит, мама дорогая. Это жители региона о пламени, которое разбушевалось недалеко от Новоалтайска. По словам пользователей социальных сетей, в воскресенье горели поля за старым мостом. В этот же день жители сообщали и о многочисленных пожарах в Барнауле. В частности, о возгорании нежилого дома на советской армии 160. Днем ранее, в субботу, во дворе барнаульской многоэтажки на Попанницев сгорел УАЗ. В этот же день было жарко, как ни странно, и в квартале Норд. Там воспламенилось ограждение для мусорных контейнеров. О пострадавших в Барнауле не сообщается, чего не скажешь про Егорьевский район. Там в конце прошлой недели при пожаре погибла женщина. На дворной постройке и крыша жилого дома горели в Рубцовском районе. К счастью, никто не пострадал. В МЧС отмечают, что только за последнюю неделю в Алтайском крае потушено почти 600 пожаров. Подавляющее большинство из них – возгорание сухой травы, листьев и мусора. География возгораний широка, и масштабы пожаров разные – от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. Возгорания появляются не сами по себе, а в результате деятельности человека. Практически все произошедшие пожары – это следствие чьей-то халатности или умысла. Но если нерадивые дачники, которые сжигают траву у себя на приусадебном участке, могут убежать и спастись от огня, то животные, насекомые не такие быстрые. На одном метре квадратных мелких совершенно насекомых, которых мы даже не знаем, обитает десятки тысяч. Плотность уменьшается вот этих животных, они же безвозвратно погибают. За нарушение правил пожарной безопасности, в частности за сжигание травы, грозит штраф до 20 тысяч рублей. Спасатели сейчас выходят в рейды и в очередной раз напоминают людям об опасной стихии, которая под воздействием ветра, а также пылевых бурь распространяется в считанные секунды. Ужас! Соский район! Вот это песчанка идет вообще-то! Вы сколько? Мама моя, смотрите деревья, что делают! Но мы в свою очередь напоминаем, если вы заметили огонь или дым, незамедлительно звоните по телефону 101 или 112. Достаточно ли техники и человеческих ресурсов для борьбы с пожарами, накануне проверил губернатор региона. Виктор Томенко побывал на лесопожарной станции Бобровского участка Барнаульского филиала Алтай-Леса. Подробности в сюжете. Лесопожарная станция в Первомайском районе появилась в 2021 году для борьбы с лесными пожарами. 16 единиц техники и 36 человек готовы тушить возгорание на площади 162 тысячи гектаров. При необходимости спецрасчеты выезжают в любую территорию края. Нам дают команду, где-то если возник крупный лесной пожар, в течение 20 минут у нас задача стоит выехать в точку, куда нам сказано. Сотрудники станции могут похвастаться самой современной экипировкой для тушения пожаров при высоких температурах. Есть респираторы, каски, огнезащитные перчатки. Губернатору здесь показали и почти новые современные огнетушители для личного состава станции. Откуда заправляемся? Заправляемся с любого водоема, можно либо с пожарного автомобиля. Если в водоеме предусмотрена такая походная штучка, то здесь стоит сеточка для того, чтобы вода была нормальной. Станция оснащена и восемью наблюдательными вышками. За ситуацией на территории Бобровского участка всегда следит ответственный человек. Помимо современных видеокамер с высоты 35-38 метров, за обстановкой периодически наблюдают и люди с биноклями. Говорят, из-за задымлений камеры не всегда способны определить возгорание. Тут-то и приходит на помощь человек. Виктор Томенко отметил, что в крае внимательно следят за происходящим у соседей в Сибири и за Уралье. Нынче зафиксировано уже несколько крупных пожаров. Учимся на ошибках и стараемся не допустить таких, отметил губернатор. Мы последние годы, по-моему, неплохо оснастились. Так сказать, наши силы поддержали. Сегодня в крае примерно 7 тысяч человек в разных подразделениях готовы к тому, чтобы принять участие в ликвидации тушений пожаров лесных, ландшафтных. И еще у нас 8 тысяч добровольцев, в принципе, полторы тысячи единиц техники. Поэтому мы считаем, что все подготовлено неплохо. Но никакие силы и средства не смогут тягаться с халатностью людей. Ведь именно человек, по данным спасателей, чаще всего оказывается виноват в сгорании. Жжет траву, бросает непотушенные спички и сигареты. От каждого жителя региона зависит многое, подчеркнул губернатор. И попросил не оставлять огонь без контроля. Татьяна Голубева, День с толком. И к другим темам. Почти 13 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесли на дороге краевой столицы за последние несколько недель. Работы проводят преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. На центральных проспектах – это Ленина, Строители, Красноармейский, Комсомольский, Социалистический, улица Ванесова. Разметка выполнена из термопластичных материалов. А краска нанесена на улицах Молодежной, Димитрово, Чкалово, Партизанской, Ползунова. Продолжают нанесение дорожной разметки по пешеходным переходам по проспекту Ленина. Это на участке от Северо-Западной до проспекта Космонавтов. Работают также на Зминогорском тракте, на Паловском тракте. Поэтому данные участки у нас сейчас в приоритете, так как все-таки это основные магистрали города. Всего на работы выделено более 50 миллионов рублей. Срок гарантии термопластичных материалов – полгода. Разметка краской до трех месяцев, пояснили в мэрии. Добавим, всего за сезон в Барнауле запланировано нанести более 63 тысяч квадратных метров разметки. Кроме того, хотелось бы здесь дополнить, что до 25 мая к последним звонкам мы обновляем дорожную разметку на пешеходных переходах у образовательных учреждений. То есть у всех у нас 59 пешеходных переходов. И мы два раза в год обновляем это к 25 мая, когда последние звонки, и к 1 сентября. И далее. Не у всех благополучно закончились эти выходные. Смертельная авария из-за неудачного обгона произошла в эту субботу на трассе Первомайского района. ДТП с участием сразу трех авто случилось около 11 часов на трассе Фирсова-Бобровка. 67-летний водитель Мазды при обгоне столкнулся со встречной Тойоты Ипсум с водителем 65 лет. После этого Ипсум отбросила в «Газель», которую управлял 57-летний мужчина, в результате чего водитель Тойоты погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. 49-летнюю пассажирку «Газели» и 66-летнюю пассажирку «Тойоты» госпитализировали. Франция один в город едет. Я оттуда ехал, в сторону Бобровки, получается. Вон она стоит, вон она стоит, иномарка. То есть, получается, та по встречке идет, этот и сносит зеркало и резко уходит сюда, то есть попадает под «Газель». А этой ночью ДТП унесло сразу две жизни. Жительница села Мамонтово совершила роковую ошибку, сев за руль автомобиля в нетрезвом виде. По данным Краевой госавтоинспекции, женщина 95-го года рождения управляет «Тойоты Марк» в сторону села Гуселетово. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. Пассажиры мужчины 98-го и 2001 года рождения от полученных травм погибли. Женщина отделалась телесными повреждениями и была госпитализирована. Сейчас в отношении нее возбудили уголовное дело и составили административный протокол за пьяную езду. Сегодня Барнаульский отдел МВД отметил 30-летний юбилей. В честь праздника на площади Совета в Краевой столице собралось более 500 служителей закона. О том, что было на торжестве, расскажет наш корреспондент Данил Кузнецов. Смотря на этот гарнизон, сложно представить, что всего лишь 30 лет назад МВД Барнаула насчитывало менее 150 человек. Кстати, многие старожилы и сегодня присутствуют на трибунах. Воспоминания, знаете, когда служишь, совсем другое. В заботах все. И некогда осмысливать, потому что все решаешь задачи. А уже на пенсии, вы знаете, осознаешь, и в душе тоскливо, это все родное. Самые лучшие в молодые годы были отданы службе органов внутренних дел. Теперь в заботах уже другое поколение. Дел, как и сотрудников, прибавилось. Сейчас в Барнаульском МВД почти 3000 человек. Сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав Барнаульской полиции и впредь будет приумножать славу органов внутренних дел. С праздником, уважаемые коллеги и дорогие ветераны! Особые слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам. Многие сегодня находятся в строю, передают свой бесценный опыт молодому поколению. Дорогие друзья, примите искренние слова благодарности за вашу достойную службу. В честь праздника перед зрителями выступил почетный караул Барнаульского юридического института. Подхватили эстафету парадные расчеты разных подразделений, от патрульно-постовой службы и инспекции дорожного движения до простых школьников. С последними, кстати, было сложнее всего. Небольшое волнение всегда перед тем, чтобы пойти в ногу, не сбиться, чтобы у тебя все стояли в коробке, не падали, никто в обморок, всегда надо контролировать это. Бывали прецеденты? Бывали. А закончили праздник парадом техники. Советские догонялки «Урал», «Москвич» и «ВАЗ-2101» можно увидеть скорее в музее. Спустя полвека на смену им пришла уже новая техника. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Почти полторы тысячи жителей края с начала апреля обратились в поликлиники с жалобами на присасывание клещей. При этом более 600 укусов пришлось только за последнюю неделю. Всем пострадавшим, по информации Роспотребнадзора, введен иммуноглобулин. 20 человек клещи заразили сибирским тифом. У пятерых выявлен клещевой барелиоз. У троих подозрения на клещевой энцефалит. Тяжелых форм заболевания не зафиксировано. В Алтайском Роспотребнадзоре отмечают, что сегодня продолжается обработка парков, скверов, зеленых зон от кровососущих. Специалисты предупреждают, что активность клещей сейчас только растет и просят жителей края соблюдать меры предосторожности. Не стоит забывать, что клещи находятся на траве или кустарниках, двигаются по телу вверх и только потом присасываются. Если клещ все же впился, нужно срочно ехать в транспункт за специализированной помощью и желательно в компании с самим клещом. Тем, у кого нет прививок, необходимо поставить иммуноглобулин, причем не позднее 96 часов после присасывания. Тысячу саженцев молодой сосны в Первомайском районе высадили сотрудники Алтайского института технологии машиностроения. Так они приняли участие в акции «Сад памяти». Это международное движение, цель которого не только экологическая помощь, но и дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах павших. О том, как новое движение объединило поколения, расскажем далее. Увековечить подвиг предков и сохранить родную землю. Каждое посаженное дерево – зеленый памятник тому, кто погиб в годы Великой Отечественной. Всероссийская акция «Сад памяти» объединяет поколения, а сегодня и предприятия. Для сотрудников Алтайского института технологии машиностроения – это возможность почтить память своих героев. Тысяча саженцев – такой сегодняшний план на 3000 квадратных метров. После пожароопасного сезона Алтайский лес особенно нуждается в защите. К слову, в этом году в крае планируют восстановить 7 тысяч гектаров леса. А две недели назад сотрудники Рубцовского завода запасных частей уже высадили 9 тысяч сосен в Егорьевском районе. Сегодня мы высаживаем сосны. Подобные лесные массивы, они как раз таки влияют на климатические условия в нашем регионе. И помимо этого они также еще и увеличивают урожайность. Но прежде всего, конечно, данная акция призвана, чтобы привлечь внимание людей к проблемам лесных пожаров. Высадка с осен требует определенных погодных условий и навыков. Высаживают их с помощью меча Колесова. Инструктаж сотрудникам проводили специалисты Бобровского лесничества. Они же предоставили и сами саженцы. Сейчас земля очищена от сухой растительности и пропахана. Сделаны борозды. А потом ухаживание как и ручное, так и механизированное. К сотрудникам предприятия присоединился сенатор Российской Федерации от Алтайского края Виктор Зобнев. Коллектив для него родной, ведь заводу он посвятил всю свою жизнь. Мы все вместе. У нас 70 человек, поэтому мы планируем, что за два, может быть два с небольшим часа, мы управимся с этим делом. Через несколько лет мы увидим здесь сад, часть восстановления нашего алтайского бора ленточного. Как память о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Таким сегодня хорошим, добрым делом мы занимаемся. По словам лесоводов, приживаемость таких саженцев 80-90%. И почва ленточного бора для них более чем благоприятна. Однако, приглядывать за молоденькими сосенками все равно будет школьное лесничество села Бобровка. Да и сами сотрудники предприятия, для которых это место уже стало центром объединения и памяти. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. К экологической акции сад памяти присоединился и Виктор Томенко. Глава региона высадил в Первомайском районе несколько десятков сеянцев. К лесовосстановлению также присоединились школьники, работники Министерства природы. Все вместе они высадили более тысячи сеянцев сосны обыкновенной. А далее толпы поклонников в Барнауле собрались посмотреть на ясновидящих. Накануне во дворе одной из многоэтажек на улице Кавалерийской, а также в гаражном комплексе прошли съемки выпуска телешоу «Битва экстрасенсов». Люди буквально бежали за участниками съемок. Толпы подростков сопровождали съемочную группу. Некоторым удалось сфотографироваться со знаменитыми представителями сверхъестественного. Особо ярые фанаты поджидали кумиров сегодня у гостиницы и записывали видео на память. Что именно чародеи снимали в Барнауле, пока неизвестно. Особый чемпионат. Футболисты команды инвалидов-ампутантов «Динамо Алтай» сегодня стартуют в чемпионате России. Турнир состоится во Владикавказе. Кто будет нашим соперником? О судьбах парней расскажет Дмитрий Дроздов. История футбольной команды инвалидов-ампутантов «Динамо Алтай» начинается с далекого 1993 года. За это время было многое бронза на Кубке России, золотые медали чемпионата страны, а на международном уровне дважды выигрывали Лигу чемпионов. Каждого игрока объединяет большая любовь к футболу. Но вот попали они в такой футбол по разным причинам. Кто-то потерял ногу еще при рождении, либо попал под поезд. Сегодня эта банда стартует на чемпионате России во Владикавказе в группе «Динамо Алтай». Также парни из Чеченской Республики, Дагестана и Волгоградской области. Мы продолжим следить за турниром. А пока одни играют в предгорьях нашей страны, другие ведут борьбу за 7-е и 12-е место в 4-й группе 2-й лиги. «Динамо Барнаул» принимал на своем поле и «Жетский зенит». Матч выдался богатым на моменты, но закончился со счетом 1-1. И то эти два мяча были забиты на 16-й и 17-й минуте поединка. Следующий матч барнаульцы проведут 21 мая на выезде против «Оренбурга-2». Владели полным преимуществом. Играли очень хорошо. Результат, который нас не устраивает, к сожалению. Забили гол, который не засчитали. Не забили пенальти. Один из крупных цветочных салонов Барнаула «Флорис» отпраздновал свой 20-й юбилей. Его франчайзинговая сеть составляет 9 точек по городу. Это цветочная продукция с плантацией 4-х мировых континентов. Создатели салона рассказали, какие сюрпризы ждут покупатели в честь праздника. И даже поделились секретами ведения успешного цветочного бизнеса. Кстати, обучить которому они приглашают и всех желающих. Подробности в сюжете. Цветы – лучший способ передать чувства. Композиции свежих роз, лилий или хризантем дополнить любой подарок. Особенно в сезон выпускных и свадеб. В этот цветущий месяц, свой 20-й юбилей, празднует сеть цветочных магазинов «Флорис» и радует своих клиентов. Весь май, совершая покупки в салонах, отправляйте чеки в коробку и следите за результатами лотереи. В призах – 10 авторских цветочных композиций, 10 комнатных растений и сертификаты на продукцию «Флорис» в 10, 15 и 20 тысяч рублей. Итоги розыгрыша еженедельно. Подробности на официальном сайте. Создать красивый букет и учитывать цветовые оттенки, цветовые гаммы, цветовые сочетания. А для тех, кто хочет связать свою жизнь с красотой, «Флорис» запускает обучающий курс «Флористика для начинающих». Здесь расскажут об основах цветочного дела, рецептуре букетов и правилах колористики. Обучение в 5 дней с полным погружением в практику. Должен быть какой-то центр композиции. Здесь мы видим это гортензия, это какой-то крупный основной букет. Потом идут второстепенные цветочки. В данном случае мы собрали розы, альстромерии, матиола и какие-то более такие вкусные добавочки. Также это возможность узнать флористический бизнес изнутри, получить именной сертификат и гарантию трудоустройства. А при желании начать свое дело, например, открыв франшизу при поддержке «Флорис». Я новичок и в бизнесе, и в флористике. Но, тем не менее, полгода назад я купила франшизу цветочного салона. И оказалось, что с поддержкой «Флорис» открывать салон было очень легко. У меня нет даже сомнений в качестве цветка. Мне предоставили прекрасные условия с ведущими поставщиками. И изумительный чат поддержки. «Флорис» предоставляет концепцию, брендинг, помогает составить документацию и разработать стратегию работы с клиентом, чтобы каждый букет радовал своего покупателя. А цветочная комьюнити Барнаула становилась больше. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова